Всем хай! Сорян, вступление потерялось. А это вторая часть видеораспаковки странных вещей с сайта обманщика за 40 тысяч. Поехали! Вещи-то тут у меня, конечно, собралось немало. И я считаю, что фон просто идеально подходит для распаковки такого рода одежды. В общем-то, без лишних слов, давайте приступим к этому, так сказать, анбоксингу. И я надеюсь, что в этот раз вещи будут реально нормальные, потому что в прошлом видео это была жесть. Да, это самое тупое в мире. Давид, там будут нормальные вещи? Да, там все отличные. Там вообще нет ненормальных вещей. Это по твоей версии или это по версии топ-10 подборок из аниме? Это по версии... да, не знаю. Понятно, не будет нормальных вещей. Не, ну, конечно, пока я тут сижу с таким видом и распаковываю новогодние вот эти вот вещи, хочется вам что-то сказать. Например, давайте достанем вещь номер один. Я не знаю, что это я взяла рандомно. Это все, что я могу сделать с этой вещью. Ладно, по факту это вполне себе неплохие. Ладно, боже мой, вот с таким вот топом Мэри Крисмос. Ладно, в принципе, как пижама, это норм. Давайте посмотрим. Папа начнется. Ну, кто же виноват? Ну, что? Пижама. Норм. Думала, будет хуже. Но нет, она в целом реально нормальная. Здесь, конечно, все пошло по очень какому-то, ну, вот такому вот месту, буквально, как она находится. Странно, странно, странно. Но в целом нормально пойдет. Ваше мнение, пожалуйста, господа. Да, мы... Делать вид, что акцент будет. На самом деле, стоял и ржал там. Да, это хорошая вещь. Согласна? Она, кстати говоря, не пошлая. Кстати, я думал, что будет посмотреться пошлая, но нет. А, понятно, все. Нет, смотри, я не хотел. Я просто... А, я не хотела, я хотела, я не хотела. Ну, как бы нет, ну, как бы да... Ну, короче, классная же вещь. Да. Ну, что вы пендриваете? Сказала, да, спасибо, дорогой. Классная вещь. Оп, спасли, пока. Кажется, тут только что произошел абьюс. Ой, не так. Мам, ты дрожать-то давай. Ты можешь делать с ногой. Олег, оп. Не буду я так делать. Вот вам из кеплера. Знаете, первая вещь была до ужаса не кринжовая. Но кто сказал, что остальные будут такие же? Ну, блин, ну что за хрень опять очередная? Что это? Я не понимаю, что это за странные вещи. Почему? Почему они вещи делают дырку? Это вот так носить? Простите, пожалуйста. Это вот так, да, наверное, носить? А это типа, если ты хочешь закрыть свое лицо, я не знаю, потому что тебе нужна маска для сна. Я не знаю. Это отвратительно. А еще шумолит так просто. Вы бы знали, чем это пахнет, ничем хорошим. Это предвещает только лишь беду. Слышу, она идет. Это лишь настоящая супергероя от уровня Леди Бах. Чудо-баку! Я даже не помню, что это. Я серьезно, это что это такое? Я не понимаю, что с тобой было не так, когда ты не брал. Потому что я тебя не вижу. Вижу. Подожди, давай так, я пока не знаю, что там. Я на самом деле, ребят, не знаю, что там. Я, потому что не помню. Ты, твоя оценка этой вещи сколько? Ноль из миллиона. Ноль из миллиона? Так, главное, я открою. Это лучшая вещь в моей жизни. Я открываю глаза. Это ж дырочка. А, я понял. Отвратительно. Самое главное, что вот так вот. Понимаете? Как вообще вот это? Можно было это месить? Эй, кто? Да, это вообще не... Я объясню. Вот многие спрашивают, типа, зачем вот это вот, вот это вот, вот это вот сзади? Зачем, ребят? Ты знаешь, зачем? Конечно. Ничего. Напишите, плиз, ваши варианты в комментариях. Да, именно для этого, ребята, используется дырка сзади. В очередной раз я сегодня забрала посылки с почты. Я, кстати, не знаю, почему люди до сих пор удивляются, когда слышат почты России. Ну, типа, недавно я была в Корее, и я обсуждала на тему, там, заказов с того же самого Алиэкспресса с девчонками, которые там живут. И они сказали, что они в среднем ждут доставку, типа, быстро. И я спросила, сколько это быстро? Они такие, ну, две-три недели, и я. Подождите, но вы же вообще рядом с Китаем находите, почему две-три недели? Ну, и я им сказала, что недавно моя посылка из Китая в Москву приехала дни за девять, и все такие, в смысле, за девять? Я такая, ну да, за девять. Если вы вдруг не знали, то у почты есть очень удобное мобильное приложение. И здесь прям куча разных функций. Ну, например, вы можете отслеживать в нем все свои посылки, как это делаю я. Можете также оформить здесь все. Ну, и многое-многое другое. А еще есть роботы-доставщики, но это вообще мои самые любимые. Я уже о них рассказывала. Ладно, значит, мне нужно будет отправить посылку маме, чтобы она ее получила в Новом Годе. Захожу в приложение, здесь я вбиваю свой адрес, указываю адрес доставки. Далее я указываю примерный вес посылки, и после этого всего я отплачиваю. Иду на почту и совершенно спокойно отправляю свою посылку без очереди. Здравствуйте. Здорово. Мне сдать посылочку, я в приложении все уже оформила и все оплатила. Хорошо, трекнул. Короче, ребятки, с появления мобильного приложения почта стала реально норм. Я оставляю вам ссылочки на приложение в описании. Обязательно покопайтесь и посмотрите, что вы там сможете для себя найти, потому что это реально очень сильно облегчает жизнь. Там вообще очень много полезностей, и я рекомендую вам это даже себе сразу вызбранное сохранить. Нет, ребят, ну вот делают тебе подарки, а ты сидишь просто недовольный. Не жизнь, а мечта. Может быть, здесь будет что-то классное? Топик. Ну, большевая будет, ребят. Он очень огромный. Это было не все. Размер, между прочим, S. Видите, тут написано S. S, знаете, что значит? С маленький. С маленький. Ну, а брюки маленькие. Норм сразу видно. Но в них есть какая-то секретина. Что это? Подождите, что за секрет? Ааа, ооо, ммм. Ну, знаете, тогда эта вещь показалась мне гораздо более гаже. Есть ли слово гаже? Есть. Вот она показалась мне более гаже. Ну, а так и факт, как вы смотрите, это очень профессионально. Здесь, значит, у нас терки для прохлады ночью, потому что может быть жарко. Я не могу. Что ты несешь? Знаете, что ты делаешь? Я открываю тебя. Мне нравится. Наверное, мне тоже. Не, подождите поближе. Классная вещь. Вот эти дырочки, это на самом деле не просто дырочки. А что это? Чтобы когда коленка сочеталась, можно вот так печатать коленку. А, удобно. Ну да, ведь через это, через скань-то нельзя коленку сочетать, нужно обязательно, чтобы дырка была. Нет, хорошо, ладно, не иронично, но в целом реально в этом можно даже спать. В принципе, штаны можно использовать не только, чтобы спать. Нет, это у них нельзя никуда. Ты тут это не шали, давай. В шкале 10 хороших топ-10 пижамы занимает, наверное, где-то на третьей позиции. Топ, ну, в плане, топ-7 пижамы занимает. И в шкале я тут надо 10. Я ничего не знаю, что я говорю. Вот, казалось бы, в моей жизни, в принципе, есть много чего. Но есть вещи, которые у меня нет. Рождественский свитер. Боже мой. Ну, посмотрите, неужели что-то удачное? Нет, это похоже на улов. Свитер. Кстати, знаете, ну вот в жизни он смотрелся не супер. А так он такой мягкий, пушистый. Настоящий новогодний свитер, вау, с оленем, ребята, с оленем. Ну все, с оленем? Ну с оленем, короче, олень, животное, не маринад. Знали ли вы о том, что существует настойка на кроте? Да, теперь вы тоже это знаете. У меня есть рождественский свитер. Он такой новогодний. У него есть олене. Это мой первый рождественский новогодний свитер. Пожалуйста, приветствуем, Олова. Кстати, я думаю, что это больше платье, чем свитер. Ну он такой, да. Но на тебя это точно платье. Кстати, по-моему, и было платье. Знаете, для платья я бы сказала, что достаточно коротковато. Ну, не, не, не. Знаете, я видел и покороче. Это очень хорошо, что покороче, как бы, есть. Можно, кстати, было. Прикольная вещичка. Прикольная вещичка. Ну, и заняты. Это мы стояли вла. Мы его выиграли. Да, Ловит, вы это не мы. Я просто стояла влево. Я ловил уточек. Мне дали вот такую штуку. Мне хватило одного очка, что мне дали большого. Я набрал шесть, надо было семь. У нас. Да, дети до вида обскакали. Ну, такое бывает. Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте оценивать это платье по, скажем так, существу. Ну, оно с оленем. Это уже плюс. Теплое. Это тоже, кстати, неплохо. И оно не колючее. Самое важное, что оно тебе по размеру. Ну, насколько это возможно. Да, конечно, можно было сделать с удовольствием. Ну, я такую не ношу. А что же дальше? Мне вот очень интересно, в этом подборе всего будет платье? Неужели это платье? Это что? Мне так жаль этих потраченных денег, хоть и не я их тратила. Но это так отвратительно. Это просто отвратительно. Это просто ужасно. У меня словарный запас потерялся на этом моменте. Эта вещь очень нехорошо. Тут везде торчат нитки просто. Вот настолько они торчат. Оно все грязное. Вот нитки еще. Я говорю, нитки везде. Я не вру. И оно воняет. Так оно воняет. А еще качество. Такое плохое качество. Просто отвратительно. Это прям плохо. Этим даже стол как-то не хочется вытирать. Ну, прям очень плохо. И размер плохой. Что это вообще такое? А это могло бы быть хорошо? Сидим разглагольствуем, вдруг это концептуально должно быть плохо? Почему ты так надела? Не понятно. А она пробуй надеть его. Она не в стуки вызывает эти штуки, потому что дырки не рассчитывали. Она туда просто не лезла. Единственное, я не мастер. Как бы вот, вот уже картина более ясна. То есть теперь лучше стало? Гораздо. Ага. И специально я так сделала, чтобы, посмотри, какую-то херню опять тебе купил. Да, да, да. Там потратил деньги, пустыл, чтобы 40 тысяч мне дал, да. А если так бы мне дал? В смысле? 40 тысяч? Как? Знаешь, на дороге 40 тысяч валяются. У меня контента, ребят, еще не было, чтобы я на видео одевал. Тебе надо батик сделать. Зачем? Это не спасет. Понимаешь, это не спасет ничего. Она, смотри, она просто мятая, ребята. Вот давайте оценим. Вот, если бы эта штука была бы не мятая. Ну так плохо. Гладенькая такая. Угу. Это вообще что? Чем это весь позиционировался? Это было... Что это было? Бобедно, молочнушка. Это что? Это просто лючий материал, супер-мега мерзкий кусок. Знаете, синтетика. По-моему, по-моему, стопроцентная синтетика. По-моему, как смолит. Ммм, да-да. Нет, слушай. 65% полиэстер и 35% хлопок. Да, они врут тут. 35% хлопок? 0% хлопок. Это вранье, это ложь. Это просто звездеж. Что они хотят сухую чистку? Это боговна. Так что только профессиональная сухая чистка. Внизу подпись Made in China. Мне нечего сказать здесь, кроме слов. Мне вот, чтобы вы понимали, одна эта штука конкретная, я точно не помню цифру, но может стоить тысяч 4 в рублях, если так. Одна вещь. Это стоимость моего среднего заказа в своей эксплуатации, понимаем, что стоимость 10 позиций забит. Эта вещь 2 доллара стоит. Это просто чувство, когда тебя просто развели. Мне так плохо. Отдайте кому-нибудь, кому понадобится. Кому? 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 Не мне. С каждой новой вещью Новый год приходит все ближе. Как вы планируете его отмечать? Фу, все в перьях. Господи, как будто птицу какую-то достала. Слушайте, ну как бы наконец-то подвезли что-то, кажется, приемлемое. Тут, значит, у нас как бы коллаборация с ветра с оленями и с бодием. Верю. И как будто бы выглядит даже неплохо. На некоторых вещей я ждал больше ожиданий. Кто сейчас прямо может в ходу сказать, что об этой вещи не так? Нет, в целом она выглядит неплохо, но при детальном рассмотрении ты понимаешь, что здесь что-то куда-то улетело вообще не туда. И весь узор один на вас, а другой на ковер. Я не знаю, вообще ему как-то не очень, как будто бы и хорошо. Ну, а в целом, если бы не эта маленькая деталь, я бы даже не стала это оценить плохо. Повернулась бы я к вам со стороны сзада, но там, понимаете, нет проблемы без узора. Вообще, вот эта вещь и на фотографиях, и вживую смотрится лучше всего. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, вот это самая лучшая вещь. Это вещь, которую стоит носить. Ну, сейчас скажешь, которая стоит дофига, и самая дорогая. И я просто таком, о, нет, надо сделать, да, из франклинж. Вещь классная. Реально. Материал отличный. А вообще не отличный. Перья замечательные. Да, вот на мой взгляд. Вид сзади, спереди, сбоку, все лайк. И что-то тебе прибегает. Ну, это с этим поспорить трудно. Поехали дальше. Такое чувство, знаете, что все такие вот пикантные вещи, я бы так сказала, в прошлом видео остались. Подождите, что-то с намеком на пикантность. Подождите, нет, ну это на самом деле неплохо выглядит. Это какая-то вещь в стиле ванк. Ура, ну хоть что-то в моем стиле. Блин, кстати, неплохая, реально. Вот этого вещь, в принципе, я бы заочно поставила лайк. Но давайте ее для начала примерим. Она, конечно, была красная. В бадуале. Немножечко элементов панка. Немножечко гранжи. Такая вот, да, профессионалка, конечно, ничего не скажет. Ладно, без шуток, вот это вот мне нравится. Это прям в ванном стиле. По размеру сидит. Во! По качеству даже не говнище, а это уже достижение в рамках этого контента. Ну, короче, не знаю, что стоит, потому что мне нравится. Такое тоже иногда бывает. Мне показалось, и она поблагодарила судьбу, что ей что-то дали то, что ей понравилось. Я вообще не это хотел сказать, у меня была другая лица. Да, да, делись. Я что? Все. Угодил, угодил. Угодил, угодил, угодил. Да, да, да. Угодил, угодил. Неужели это случилось? Такое тоже бывает. Представляете, ребята, столько стараний, и я услышал эти злоты слова. Вот первый раз их слышишь, такое делаешь, ведь, конечно. Слушай, ну она реально классная вещь-то. Ну она классная вещь-то. И дизайн тоже норм. Нет, классная вещь. Можно ли просто это делать? Однозначно. Ну как-то, потому что, как нащушку, да? Нет, пойду сейчас гулять прям вот так вот. Это ложка. Здесь должно было быть бубенец, но, видимо, на вторую очередь бубенца не хватило. И это ложка. И что-то последнее. Что-то очень объемное. Этой вещи прям много. Она вообще в кадр ходит. Знаете, не считая того, что эта вещь супер-огромная... Не считая того, что эта вещь супер-огромная, ну как будто бы я могла бы ее характеризовать как что-то нормальное. Она очень большая. За что? А! Я забыла, как в песне новогодние есть та 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 таааааа Нет. Та 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 тааа Не, ну как бы королёва миперпоха понимаете Есть тебе что сказать своё оправдание вот с виду вот этой одежды? Пожалуйста. Кажется размешчик, так сказать, немного великоват. У меня такой тюс, кто тебе просто нравится тратить деньги на всякую крейнч. Ну я заказывал XSEX. Ребят, я не верю, что он стал заказать чек. У меня есть чек, я подождись могу. Ну они еще в Москве, а мы в Дубае. Я думаю, с тобой еще чей какой-то еще. Ну ничего, ты приедешь обратно, чек показывай, демонстрируй. В Телеграме свой закинуешь чек. Я закину чек в Телеграм. Давид обещал. Давид, если ты их заставил, мне будет нечего тебе сказать. Мне как тебе еще сказать, потому что я не знаю, что сказать. Все равно все будут винить тебя. А-а-а, лис наебал. И чек не выстрелил. Не, ну ребят, это вы понимаете, каково жить, да? А вы с таким шелудовиком, понимаете? Есть что сказать в своем оправдании? Я считаю, что вещь классная на самом деле. Отличная вещь, просто да. Это чтобы зимой вот так вот, как бы, это, я, во-первых, буду проветриваться. Зимой мне очень нужно проветривание. Я зимой, как считается, моя контрюшка в спреле. У тебя будет много одежды, потому что все будет холодно, но поэтому тебе будет проветривание. И если ты делаешь так, тебя сразу в воздух попадает, мне кажется, это задумка будет. Та-та-та-та-та-та-та-та. И я... Оцените эту вещь, в одном из 10. Я правда заказывал XS и R. Но некоторых вещей не было. XS, я заказывал S. И поэтому ты решил сказать 4XL? Это XL, да? Это не... посмотри на... Иди сюда. Подожди, конец. Это потому, что ты ей 4 ксели заказал. Да нет, там. От нас... Во, нашел. Так, что тут? Давай, давай, это что тут написано? Десятка! Десятка! Это 10 кселей! Ты сейчас прикиньте? Нет, объяснай. А в заказе XS или XS. Ну, я не понял, как это... Ну, я буду носить. Пишите, что заказать еще Алисе. Из какого, там, не знаю, сайта, может быть, или какую подборку, там, чего-нибудь там. Новогодние, ну, новогодние мы же заказали. Ну, короче, вы поняли. Пишите, что заказать. Я сделаю подборку на свой вкус и закажу. А еще можно попросить, что Глиса заказала мне. В общем, пишите. Пока-пока, мои сладкие малыши.